Рыбки А кто такие фиксики? Большой-большой секрет! Дорогие люди! Особенно дети! Я, профессор Чудаков, открываю новый музей! Какой музей? Новик, профессор уже сто раз рассказывал, а ты опять всё пропустил! Да я помню! А вот зачем музей нужен, забыл! В древней Греции люди украшали здания рисунками, статуями, мозаиками в честь Муз, богинь искусства и науки. Отсюда и название Дом Муз или музей. Сегодня музеи есть по всему миру. В них можно увидеть картины и скульптуры, или узнать про космос, атомы, тело человека, природу, историю. А в некоторых музеях можно не только смотреть, но и всё трогать, везде прыгать и лазить! Особенно дети! Новый музей! Смотри! Один из вас может стать моим помощником! Приходите, я выберу самого достойного! Ого! Надо Дим Димычу сказать! Почему не Кате? Она ответственная! А Дим Димыч быстрее сюда прибежит! Ещё посмотрим! Бежим! Бежим! Куда? К Чудакову! Он ищет помощника! В свой музей! Ага! Только одного берут! Самого достойного! Ну! Мам! 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 Фух! Ух! Успели! Катя! И ты здесь? Конечно! Ага! Она будет помощником в музее! Профессор Дим Димыча возьмёт! Катя первая прибежала! А Дим Димыч даже игру бросил! А Катя пианино! О! Кто это у нас тут? Помощник! Вы же искали! Ха! Наконец-то! Работы будет очень много! Для начала прочти про все экспонаты! Потом у нас генеральная уборка! Катя лучше справится! Она ответственная! А Дим Димыч быстро учится! Да-да! Он способный! А ещё мы будем собирать скелет динозавров! Тестировать роботов! Мерить скафандры! И... Я готова! И я! Катю берите! Лучше Дим Димыча! Катю! А может мы сами разберёмся? Да! Меня возьмите! Нет меня! Коллеги! Я уже всё решил! Даже в самом маленьком музее работает много людей! Например, хранители! Они собирают и берегут экспонаты! Так называются предметы, которые ставят в музейные залы! Эксперты проверяют, точно ли эта картина осколок метеорита или древние доспехи не подделка! Реставраторы возвращают экспонатам прежний вид! Инженеры поддерживают в помещении нужную температуру и влажность! Экскурсоводы обо всём рассказывают! Смотрители следят, чтобы никто не хулиганил! А ещё есть охранники, кассиры, уборщики! Все эти люди чем-то похожи на фиксиков! Незаметные, но без них музею не обойтись! Итак, я беру в помощники... Катю и... Дим Димыча! Есть! ТИ-ДИ-И-И! ТИ-ДИ-И-И! Я так рад, друзья! Представляете, я уже месяц жду! А-а-а-а, пришли только вы! Неужели другим не интересно? Хе-хе-хе! Просто ваше объявление висит внутри лаборатории! И его никто не видел! Кроме нас! Хе-хе-хе! Хе-хе-хе! Кристалл! Не, Евгений, открывайте скорее Терпение, друзья Вот он, первый экспонат для нашего музея Какая красота А что это? Кристалл, редчайший Какой цвет, какой размер Класс! А ну-ка Нолик! Кристалл даже трогать нельзя Тем более на нем качаться Фух, я на склад А экспонат не трогать Подумаешь, он что, стеклянный? Нет, но кристаллы нужно беречь Что общего? У крупинки соль, графита, льда и алмаза Это кристаллы Как и все вокруг, они состоят из крохотных частиц Атомы Внутри кристаллов Атомы расположены в строгом порядке И образуют особый рисунок Решетку Кристаллы есть повсюду И на Земле, и в космосе Даже в организме человека Их используют, чтобы создавать часы Инструменты, лазеры Главное, компьютеры Нолик, ты идешь? Я догоню Еще чуточку полюбуюсь Только без рук Ой, а тут что? Субтитры сделал DimaTorzok Приехала к нам одна издалека, я бы так не смог Наверное, Мега ничего не боится и всегда придет на помощь Готова постоять за себя и за того, кто слабее Вместе с ней мы помогли профессору Чудакову выиграть расстязание с Эрикой и ее помощниками Роботами-хработами, вот это было приключение Когда Мега уехала домой, мы все время переписывались Я скучала по ней чуть-чуть и очень рад, что она снова тут А еще у Меги есть старший брат, вот бы познакомиться Но больше всех об этом мечтает Верта Что ты тут делаешь? Помогать вам приехала, музей посмотреть, себя показать Нолик А Синка с Вертой знают? Нет Сейчас мы их удивим Все к кристаллу подбираешься, да? Смотрите Мега, что ты здесь делаешь? Будешь работать в музее кристаллом? Да нет, фиксиком, как все Здорово, вот профессор удивится А давайте его разыграем Идиот Быстрее, спрячься Гений Евгеньевич, скорее Что такое? Кристалл? Мой экспонат! Мы его уронили, сломали, потеряли Все пропало, кристалл разбит, мое сердце тоже Полный крах проекта Никакого музея не будет Мега, придется тебе ехать домой Так вы знали про Мегу? Угу Ну и кто кого разыграл? Профессор подобрал кристалл в точности под мою прическу Ха-ха-ха, мега Я же в нем приехала Экспонаты неприкосновенные Мало ли кто на чем приехал Нельзя просто так взять и потрогать кристалл Даже если ты был его частью Вот он, первый экспонат для нашего музея Какая... Стоп, это что? Где кристалл? Хе-хе-хе-хе Дома По вентиляции налево, потом направо и ты в музее Запомнила? Ясное дело Ладно, я домой Стой! Ты что, от нас улетаешь? Мой дом теперь тут, в 3D принтере Ого Ты здесь одна живешь? Угу И не страшно? Трусишки могут идти домой К Мася и Папусу А я ничего не боюсь Скажешь тоже Чего-нибудь ты точно боишься? А вот и нет А вот и да Все, ноличек Потом поспорим У меня забот полон дом Дом нужен всем В нем тепло и уютно У людей дома из камня, дерева, бетона, металла и стекла Птицы бьют гнезда из веток Звери роют норы Летучие мыши селятся в пещере Пчелиный рой В улье или дупле Муравьи маленькие А строят себе вон какой дворец Улитки и черепахи Мосят домик на спине Но лучше всех устроились фиксики Живут прямо в приборах Удобно и до работы близко Я ничего не боюсь Еще посмотрим У-у-у! 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 Ха-ха-ха-ха! Что бы еще придумать?! Журочка напугала А ведь я тебя однажды за фиксоеда принял Поможешь мне? Что, Нулик, снова пугать пришел? Тебя напугаешь! Ты же такая смелая! Я только хотел сказать Чтобы ты остерегалась фиксоеда Кого? Ты что, не знаешь? Фиксоед – главный брак фиксиков После кусачков, конечно Его никто не видел Но это не значит, что его нет Одни говорят, у него огромные глаза Другие, что длинные лапы Третьи – острые плыти И черная лохматая голова Он охотится на неосторожных фиксиков Стоит только зазеваться в незнакомом месте Из темноты выпрыгивает фиксоед И тащит к себе в логово А там ни одного прибора Только пыль, блядь и ржавчина Фиксикам негде подзарядиться Они теряют энергию и превращаются в бинчики Фиксовед собирает их в сундуки, а потом открывает и любует со своими сокровищами. Ха-ха-ха! Ой-ой, какая страшная сказка для маленьких фиксиков. Меня таким не возьмешь. Как знаешь, мое дело предупредить. Жучка, давай! Опять? Тебе еще не надоело? Эга, испугалась! Фиксовед! Ой! Ага! Мега, подожди! Фиксовед! Дети! Хватайте его! Кого? Где? Фиксоведа! У вас на голове! Это что, просто паук? А кто же еще? Наш домашний паучок. Жучка ее зовут? М-да, Нулик, с тобой не соскучишься. Ну, разобрались. Тогда где вам? Мега, звонили твои родители. Мы вместе с ними решили, что тебе лучше жить не одной, а с нами в телевизоре. Эх, только вещи распаковала. А у вас места достаточно? Всем хватит! Даже фиксоведу останется. Ти-ти! Экскурсия. Экскурсия. Я ему вчера три раза напоминал. А, а может, профессор уже в музее? Точно! Погнали! Подождем еще пять минут. Да что время тебе! Он там! Как же здорово гулять по музею! Разглядывать все вокруг, читать таблички. Но отправиться на экскурсию гораздо интереснее. Экскурсовод так много знает, как будто у него в голове целая библиотека. И вам все расскажет и покажет. Экскурсии бывают пешие, автобусные, морские. И даже виртуальные. На них и ходить не надо. То, что вы мечтали увидеть, откроется на экране компьютера. Вот это музей! Прелесть! Смотрите, скелет! А тут вулкан! Только профессора здесь нет. Да, и правда. Значит, экскурсии не будет? Будет. Я вам все расскажу. Почему сразу ты? Я тоже хочу. У кого указка, тот и экскурсовод. А давайте! Вы по очереди будете экскурсоводами, а я послушаю. Чур я первый. Итак, перед вами скелет... Крокодила. Динозавра. Неважно. Здесь левая лапа, тут правая. А на спине этот... Ээээ... Потолочник. Позвоночник. А я что сказал? Фаер, какой из тебя экскурсовод, если ты ничего не знаешь? Ой-ой-ой! Как будто ты знаешь все. Я нет. А фиксифон? Да. Динозавры. Вот. Гигантские ящеры попали на Землю из космоса. Правда? Ну да. Здесь так написано. Сто интересных фактов? И что? А то. Нельзя верить всему, что пишут в интернете. Там много антинаучной ерунды. Итак, сначала поговорим о классификации. Класси... чего? Классификации. Динозавры делятся на птицетазовых и ящеротазовых. Игрик, говори по-человечески. Я и говорю. К ящеротазовым относятся завроподоморфы. Ой! Дай лучше я. Отдай. Отдай. Двести сорок три миллиона лет назад. Ну, проходила. И на завтра. Нашли в рот. Чешуя. Что носит с собой экскурсовод? Во-первых, указка. У кого-то она деревянная, у кого-то металлическая, да еще и складная. А иногда удобнее использовать лазерную указку. Еще одна нужная вещь – микрофон. Чтобы всем было хорошо слышно. Пригодится и бутылка воды. Во время экскурсии приходится столько говорить. Чтобы никто из группы не потерялся, экскурсовод берет зонтик или флажок, как опознавательный знак. Правда, не все, у кого есть зонтики – экскурсоводы. Но самое важное – это хорошее настроение и ценные знания, которыми экскурсоводы делятся со своими слушателями. Шпуля, ты как? Ничего. Коллеги! А я вас в лаборатории жду. Ну, раз все в сборе, приступим к нашей экскурсии. И начнем мы вот с этого прекрасного скелета. Ах, может, про что-то другое? Почему? Про скелет у нас уже была экскурсия. Даже целых три. Вот это музей! Прелесть! Ого! Ого! О! Турникет! Такс! Замечательно! А как вы все в музей дотащите? О, точно! Надо грузчиков вызвать. Ты гений! Это вы мне? Кто здесь? Что это за мальчик? Я Славик. Мой дедушка – сторож музея. Он меня за винтиками прислал. А, винтики! Конечно! Шустрый! И на тебя чем-то похож. Чего это? Совсем не похож. Не хватает все без спроса. Вот, держи. А как ты через турникет прошел? Я не просто Славик. Я Супер Славик! Могу просочиться куда угодно. А он смешной, этот Супер Славик. Чего смешно бы под турникетом ползать? Кодек здания или на станции охраняет автоматический сторож турникет. Он определяет, кого можно пропустить, а кого нельзя. Чтобы пройти, прикладывают карточку. Устройство считывает записанный на нее код. Если все в порядке, электромотору посылается сигнал. И турникет открывается. Добро пожаловать! А вот обмануть турникет, пролезть или перепрыгнуть. Лучше даже не пытаться. Вот, и не надо никуда просачиваться. Дедушке, большой привет. А винтики? Ах, да, и винтики. Вот, держи. Супер Славик все доставит! Наконец-то, Супер Славик! Так, на чем мы остановились? Ой, а где же карточка? Ладно. Просачусь. Коллеги, кажется, застрял. Нужен другой план. Может, турникет отключить? Да, да, конечно, да. Вы что, застряли? Опять я тут вернулся? Нет, я просто отдыхаю. А-а-а. А я вашу карточку в рюкзаке нашел. О, приложи-ка ее к окошечку. Супер Славик все исправит. Не работает, что ли? Исправил. Я бы уже что-нибудь придумал. Придумал. Подержите бублик. Я вас маслом смажу. И вы проскользнете. Не надо меня маслом смазывать. Капельку. Не бойтесь. Получилось. Тыдыщ. Для входа используют ключи, карточки, набирают код. А теперь придумали еще и биометрию. Это технология, которая распознает человека по лицу, рисунку глаза, отпечатку пальца и даже по голосу. Все эти данные заранее снимают и заносят в компьютер. Когда кто-то пытается пройти, он смотрит в глазок или прикладывает руку. Если все совпало, то вход свободен. Удобно, ведь лицо, палец и голос всегда с собой. И никакой жулик не пролезет. Биометрию применяют и в банках, и когда делают паспорт. Да и многие современные телефоны узнают по ней хозяина и позволяют оплачивать покупки. Фух, спасибо. Не хочешь ли ты стать помощником в музее? Мне такие находчивые нужны. Это да, я такой. Согласен. А что делать-то надо? Ну, для начала, все-таки, отнести винтики дедушке. Я мигом! Только нового помощника еще не хватало. А мне нравится. Наш человек. Фух. Я... Ну, я побежала. Хорошо вам встретить Новый год, мои дорогие. А у вас работа? Увы, пациент с острой болью. А папа уехал на репортаж снимать. Дим Димыч, не скучай. Лерочка, с наступающим! С Новым годом, Любаш! Привет! Как у тебя дела? Хорошо, что позвонила. Наступающий... Пошли скорее! Пошли скорее ёлку смотреть! Ёлка? Это что? Ёлка? Она же... Она же не настоящая. А как Дед Мороз под неё подарки положит? В прошлом году справился. И подарки не всегда под ёлку кладут. На Новый год многие наряжают ёлку. Но так делают не везде. На Кубе украшают кактусы, в Мексике пальмы, в Африке баубабы, во Вьетнаме мандариновое дерево. На Бали наряжают колонны, а в Японии грабли, чтобы загрязли ими счастье в будущем году. И все с нетерпением ждут подарков. В одних странах заглядывают под новогоднее дерево, в других вешают у помина нарядный чулок или ставят ботинок. В Испании подарки ищут на балконе, а в Швеции – у печки, в Германии – на подоконнике. Но никому ещё не удавалось застать Деда Мороза врасплох. Сюпризы всегда появляются неожиданно. Да всё равно это какая-то неправильная ёлка. Не волнуйся. Пошли, новую гирлянду покажу. Кате подарок Дед Мороз, может, и принесёт. А как он узнает, что Дим Димыч здесь? Он же волшебник, разберётся. А вдруг он оставит подарок Дим Димычу дома, и Дим Димыч его только завтра получит. А сегодня – ничего. Точно! Что же делать? Летим в Новый год! Дим Димычу спасать! Дим Дима Морозу в Новый год Прибавляется забот. Он приносит всех подарки И подъём будет твоём. Удивительно, что он К нам приходит в самый сон И застать его подъём Ты не сумеешь, ты шпион. Людей так много А Дед Мороз один И как же всё успевает Людей так много А Дед Мороз один Но он всех помнит И о том не забывает Неужели Дед Мороз забыл про Дим Димыча? Тогда сделаем подарок сами Я знаю, что нужно Ну что ж, дорогие подписчики Увидимся в новом году Пока-пока Дим, Димычу? Ах, всё-таки принёс Дети, спускайтесь Новый год пропустите Подарки уже под ёлкой Алло Правда подарки? Класс! А ты переживал Смотри, это тебе И это? Тоже мне? Ого! Какая машина! Это от нас Мы думали, Дед Мороз про тебя забыл Спасибо, фиксики Вы самые лучшие Деды Морозы Только про Качи не подумали У неё-то подарок один А вот и нет С Новым годом! Спасибо! Если будет он не прочь Я смогу ему помочь Мне бы только с ним связаться В этой праздничной ночь Поработав на износ Я задам ему вопрос Можно я, когда состарюсь Тоже буду Дед Мороз? Людей так много А Дед Мороз один И как же всё успевает Людей так много А Дед Мороз один Но он всех помнит И о ком не забывает Может, в этот Новый год Дед Морозу повезёт Самому ему подарок Кто же кто-то принесёт Труд Подарок принесёт 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 Мультиварка Так-так-так Получается Тут она Нет, нет, нет. Пятнадцать. Забыл. Ты же без меня, как без рук. Вот так. Так, а если... Ой, Фаер, ты такой галантный. Да ладно. Профессор, вам помочь? Нет, коллеги, все под контролем. Ген Евгеньевич, больше никаких бутербродов. Я купила мультиварку. А колбы? Забыла. Они мне очень нужны. И поскорее. Но я хотела приготовить обед. Я сам, сам. Идите, идите. И зачем я пообещал? Давайте мы с едой поможем. Правда? Поможете? Ой, прекрасно. Мультиварка там. А ты умеешь готовить? Мультиварка сама все сделает. Мультиварка – это кастрюля, в которую встроен нагреватель. Она не только варит суп, но и жарит мясо, готовит рыбу на пару, йогурт и печет хлеб. Например, чтобы сделать кашу, нужно засыпать хлопья, налить воды, закрыть крышку, выбрать режим. И прибор сам установит температуру, способ и время готовки. Даже мешать не нужно. Ничего не пригорит и не выкипит. Приятного аппетита! Ну вот, для супа все есть. Маловато. Люди столько едят. Так мы второе приготовим – овощное рагу. Тогда и десерт нужен. Банановый. Лучше яблочный. Нет, банановый. Я быстрее. Как же. Давай еще салат сделаем. И компот. Наливаем воду и включаем. Думаешь, получится? Конечно. Это же мультиварка. Ой, чем так странно пахнет? Нормально пахнет. А чем так странно пахнет? Да что вы заладили? Нормально пахнет. Суп с бананом? Не суп, а десерт. Еще рагу, салат и компот. Компот? Это же несъедобно. Блюда даже в мультиварке готовят по отдельности. Да? Мы думали, она сама разберется. Ой, все-таки сварили. Невероятный человек. Я попробую? Лиза, Лиза, не-не-не-не. Ну как? Ничего. На любителя. Может, лучше я приготовлю? Когда люди готовят, они стараются подбирать такие ингредиенты, которые сочетаются друг с другом. Например, в салат можно порезать помидоры, огурцы, зелень, посолить и заправить маслом. А если вместо масла положить варенье, получится неизвестно что. Но иногда шеф-повара находит необычные вкусовые сочетания. И они многим нравятся. Соленая карамель. Или груша с сыром. Или ягодный соус для мяса. Кто-то даже любит пиццу с ананасами. Не зря говорят. О вкусах не спорят. Вы тоже можете экспериментировать и открывать новые интересные сочетания. Главное, с осторожностью. Лизонька, вы не только талантливый ассистент, но и чудесный кулинар. Ну что вы, профессор. Все равно не понимаю, чем им наша еда не понравилась. Яблоко было лишним. А может, банан? Нет, яблоко. Нет, банан. Нет, яблоко. Банан. Яблоко. Лизонька. Робот-пылесос Силы робота-пылесоса. Аааа, классная штука. Классная штука. Его, наверное, придумал человек, которому было лень пылесосить. А что, даже поговорка такая есть. Лень – двигатель прогресса. Робот-пылесоса. Робот-пылесос – очень умный прибор. Внутри у него есть контейнер, куда попадают пыль. Моторчики для колес и щеток. А еще датчики, чтобы объезжать препятствия. Он изучает квартиру, где нужно убраться, и составляет карту. Дальше ездит по маршруту, заметает грязь щетками и засасывает в отверстие. Ничего не пропустит. А после уборки сам отправится на место и встанет на зарядку. А вот бы еще кто-нибудь изобрел прибор, который домашнее задание делает. И грязную посуду убирает. Нуль! Эврика! Первый в мире робот-пылесос под нос. Доставит тарелки на кухню. Доставит тарелки на кухню. Вовка придумал. А я изобрел первый в мире робот-пылесос под нос. Фиксаворс! Доставит фиксика куда угодно. Куда угодно. Обожаю прогресс. Ой! Да что это такое? Тотик! Фух! Не разбились. Да-да! И варенье убери! Эй! Ты что творишь? Ты что творишь? Кусачка! И ты еще! Кусачка! И ты еще! Клим-дим-эйч! Думай, Ноличек! Думай! Ты же изобретатель! О! Сейчас! Ты же изобретатель! Ты же изобретатель! И ты же изобретатель! И ты же изобретатель! Да, похоже, еще доработать нужно Думаете, изобретателями бывают только взрослые? Вот и нет Один мальчик забыл во дворе стакан газировки, а внутри ложку Ночью похолодало и появилось новое мороженое Фруктовый лед на палочке Другой любил кататься на коньках А чтобы не мерзли уши, прицепил к проволоке два кружка Из меха и бархата получились меховые наушники К юной китайской императрице в чашку упал кокон шелкопряда И она увидела тонкую нитку Оказалось, что из таких ниток можно делать шелк Снегоход, ласты, тарелка-непроливайка, пластилин, батут Все это придумали дети Может, и вы попробуете? Не оттираются Слушай, а давай изобретем робота, который за нос и пол помоет Робот-пылесос-поднос-мексамоз-пломой? Ага, мы ведь уже натренировались Зачем еще придумывать? У тебя вон какое приспособление есть Моющая кусачка Подъемный кран Фух! Первый этаж первого в мире! Фикси небоскреба готов! Осталось всего-то этажей сто Сейчас сделаем Дай-ка я попробую Надо что-то побольше И помощнее О! Игорь, сюда! С таким краном мы до потолка небоскреб построим Подъемный кран Это высоченная башня с кабиной машиниста и длинной стрелой К стреле крепят подвеску с крюком, чтобы поднимать грузы Собирать такой кран сперва помогает другая машина, поменьше А потом он достраивает себя сам с помощью накладной секции Ее надевают на основу башни, как чулок И вставляют все новые и новые части, пока кран не вырастет до нужного размера Левее, еще, еще чуть-чуть, еще Левее, башню строите Небоскреб! Смелее двигай! Давай, давай, вот Опускай Ха! Учись, Нолик, руководить! Он же криво стоит! Нормально, у меня глаз-алмаз Игрек, тащи следующий Лучше зеленый бери Он красивее Или красный? Нет, все-таки зеленый А может, желтый? Ну так какой? Давай, синий! Игрек, стой! Мы тогда вечера строить будем Красота не терпит суеты У вас тут салон красоты или стройка? Черчеж хотя бы есть? Об этом мы как-то не подумали Ха! Не подумали! Так все развалится! А нормально стоит! Главное, чтобы красиво было! Глупости! Нужен план! Игрек, не слушай их! Тащи кубик! Зеленый! Поднимай! Подожди! Поставь! Симка, ты иди все начерти, а мы достроим! Без плана нельзя! И некрасиво получится! Да что вы заладили! Вместе начертим план! Чтобы по цветам сочеталось! И так хорошо! Нельзя без плана! Строим! Чтобы красиво! Сначала чем? Чтобы! Да что вы заладили! Что вы заладили! Что вы заладили! Что вы заладили! Вот, чтобы у вас разогнать всех! А, хорошо! В древности люди жили в пещерах! Потом стали строить землянки! Вырыл яму, уложил бревна и готово! Темновато только! Позже научились сооружать дома из глины и камня! Первые многоэтажные жилища появились еще до нашей эры! В Древнем Риме! Их называли инсулы! Шло время! Дома росли все выше! В конце 19 века в Америке построили здание высотой в 10 этажей! Людям казалось, что этот дом крышей задевает небо! Так появился первый небоскреб! Было раньше и другое название – тучерез! Сейчас самый высокий небоскреб мира стоит в Дубае! В нем 163 этажа! Вместе на чем-нибудь плану можно? Уже строить будем! Хватит спорить! Ого! Я бы даже сказал – ого-го! Какие же мы молодцы Ага, отлично поработали Только вот этот кубик надо поправить И башенку поставь Осторожно! Эх, какой небоскреб Был красивый А я предупреждала Ну и ладно, построим новый Конечно Просто нужно больше командиров Лучше зеленый бери Или красный Все-таки зеленый А может желтый? Или красный? Да-да, красный Нет, зеленый Очки Игрик, сними ты очки Они же тебе мешают Не могу Я без них плохо вижу Ой Эй, осторожней Как ты в них вообще что-то видишь? У тебя зрение хорошее И очки не нужны А вот мне даже очень Почему? Из-за близорукости А у кого-то наоборот Дальнозоркость И откуда берутся эти Зоркости и рукости? Мы видим предметы Потому что от них отражается свет Лучи света проходят через зрачок И в крохотную линзу В хрусталик И в хорошем зрении Они попадают на сетчатку Но если лучи собираются перед ней Вдалеке все кажется размытым Это близорукость А когда лучи сходятся за сетчаткой Плохо видны предметы вблизи Так бывает и дальнозоркость Тут-то и нужны очки Чтобы все исправить Ладно, посмотрел и хватит Отдай Сейчас я расскажу вам о причинах Дальнорукости Ты цел? Цел Очки не разбил? Очки? Слушай, остались тебе эти очки Чего? Вот ты меня видишь? Ну? Значит, они не нужны Попробуй без них пожить Так ведь лучше И в мяч играть удобнее И на фиксиборде летать Смотри, но ты ж без них красавчик Да? Не знаю Я к ним привык О, шпуля Правда, Игрику без очков лучше? Хм, как необычно А зачем ты их снял? Ээээ, в качестве эксперимента И ты справишься? Сейчас посмотрим Только шуруповерт уберу Вот, помогатор Это случайно А так он без очков все может Да, Игрик? А так он без очков Может, все-таки очки? Подожди, шпуля Сейчас точно получится Левее! Пробее! Может, хватит экспериментов на сегодня? Ладно, сдаюсь Фаер, давай очки Фаер? А? Очки А, очки Понимаешь? Что с ними? Все в порядке Ты их сломал? Потерял? Нет-нет, я просто убрал Спрятал, чтобы не разбились Никуда не уходите С древних времен Люди пытались помочь тем, кто плохо видит Но только в тринадцатом веке Итальянцы научились делать стеклянные линзы Закрепленные на переносице Вот вам и первые очки А еще через пять столетий К ним догадались добавить дужки Были и другие виды очков Монокль, линза для одного глаза Лорнет, очки на палочке Пенсне В наше время вместо очков Многие носят тонкие и гибкие контактные линзы Их вставляют прямо в глаз С виду и незаметно А в будущем, наверное, никакие очки людям уже не понадобятся Сейчас все чаще исправляют зрение с помощью азера Вот, держи Я их даже усовершенствовал Резинку приделал Больше не упадут Прелесть Ох, спасибо Ой, мы же не закончили И правда, не падают Все-таки в очках ты мне нравишься больше А я У меня тоже очки есть Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-